Третье место в России. Бронзовые медали привезли футболисты 61-й школы с финальных соревнований проекта «Минифутбол в школу». За главные призы боролись 56 коллективов школьников. Пошел разбег Дубровин, ну и удар, мягко говоря, не получается. У него Захаров очень легко этот пенальти берет. Применил там хорошую тактику. Я открыл игроку угол, и он именно туда и ударил. Тактика Ваню не подвела. Соперники из команды «Урожай» Ставропольского края на уловку велись один за другим. Плюс к этому точность чебоксарских футболистов. И серия послематчевых пенальти решила исход матча в пользу наших. Третье место команда Чебоксара. Поздравляю традиционно всех, кто связан с этой командой. Игроков, родителей, болельщиков, друзей и так далее и тому подобное. Так нелегко даются победы, особенно на высоком уровне. После приезда на родину два дня отдыха и снова на тренировку. Они уже приняли поздравления от главы Чуваша и Михаила Игнатьева. На бронзовых призеров всероссийских соревнований с восхищением смотрят младшеклассники. Сегодня задание поиграть, расслабиться. Потому что они, ну, приехали перегружены, загружены. Я им и так дал два дня отдохнуть. Парни учатся в соседних кабинетах или за одной партой, поэтому понимают друг друга с полуслова. Большинство пришли в футбольную секцию еще в первом классе. Иван Захаров из своих 16-ти 10 лет уже отдал футболу. Кстати, на соревновании мини-футбол в школу он стал лучшим голкипером турнира. Я контролирую игру, я подсказываю всем ребятам на поле, что делать нужно, кому пас отдать. Вот. Контролирую всей командой. Вратарь живет часть команды, ой, полкоманды, вот. В зале железная дисциплина. Команда, пропустившая мяч, отправляется на лестницу. И это не наказание, а дополнительная разминка. Цвет называется «Частота». Это получается для мышц вот этих, бедерных мышц, чтобы, например, корпус нормально ставить и бегать быстро. Мы занимаемся 4 раза в неделю. Это получается часов 10 в неделю мы отдаем футбол. Тренер Сергей Лесин на каждую тренировку ставит разные задачи. Дает индивидуальные упражнения. С теми, кто помоложе, отрабатывает технику с более опытными, тактику. Выдвигайтесь в прессе, там двое играете. Выдвигайтесь, три в три пошли. Ну, перспективы у детей есть. В принципе, можно любого ребенка отправить на просмотр. Если он приглянется, его могут оставить. Но они пока решили, что мы будем играть за школу. Никуда не хотим. Будем играть и добиваться кубка первого места. Дополнительный стимул и для тренера, и для команды – выйти на первое место. Пока у футболистов на соревнованиях мини-футбол в школу серебро в 2015 году, бронза в этом. Я надеюсь, что команды, которые сегодня у нас занимались, у них еще есть год в запасе. И они на следующий год выступят так же удачно и займут уже не третье, а первое место в финале России. 61-я школа с давними футбольными традициями. К Сергею Лесину ходят от дошколят до старшеклассников. Всего около 200 ребят. В этом году на окружных соревнованиях дебютировала команда девушек. Чуть позже тренировки из футзала переберутся на открытую площадку с искусственным покрытием, где школьники будут готовиться штурмовать очередные вершины. Ирина Волкова, Валерий Резюков. Республика.